всем привет привет мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня я начинаю рубрику миллион пересадок потому что сейчас самое время это сделать лето это как раз таки период вегетативного роста орхидеи зимой орхидеи цветут а летом как раз таки они растут и большинство орхидеи цветают в этот момент я как раз таки могу даже срезать цветущий цветонос для того чтобы пересадить орхидею это очень важно потому что потом лучшего времени у вас не будет когда в осень орхидеи повыпускают цветонос и пересаживать их будет нельзя поэтому если у вас есть орхидеи которые криво растут которые переросли свои горшки самое время заняться их пересадкой сегодня я буду пересаживать вот такую великолепную орхидею сейчас я вам ставлю фотографию как она зацветет безумно красивая правда как вы вообще относитесь к орхидеи пишите свои комментарии мне будет очень интересно почитать сейчас я протру ей листочки пересажу ее и буду ждать ее цветение потому что некоторые орхидеи жируют и не цветут именно из-за того что они уже давно находятся в одной посадке и им всего хватает и они вот жируют жируют наращивают гляньте какие шикарные листья но не цветут точно также как моя орхидея абба я ее пересадила начался еще более активный рост и я думаю вот-вот и она выпустит цветонос по крайней мере мне кажется что в осень точно я дождусь ее цветения также как этой варикатной красотки первое что нужно сделать когда мы пересаживаем орхидею это ее полить для того чтобы орхидея напиталась ее корни напитались влагой они стали более эластичные и чтобы она с легкостью пережила пересадку я добавлю воду аминосил аминосил такой препарат который он и подкисляет и снабжает всеми микроэлементами орхидею зачем это нужно вообще конечно же я не советую во время пересадки и после пересадки поливать удобрениями но аминосил это совсем другой препарат он как раз таки способствует лучшему усвоению микроэлементов а также еще как раз таки снятию стресса после пересадки поэтому и до пересадки и после пересадки можно использовать аминосил как раз таки чтобы орхидея быстрее адаптировалась я добавляю два с половиной миллилитра на один литр чистой теплой водички и прям хорошенечко сейчас залью орхидею это наверное единственный случай когда я заливаю орхидеи это вот именно когда я их пересаживаю чтобы хорошо хорошо они напитались и чтобы корни которые приросли к горшку они размокли и собственно отстали от стенок горшка надеюсь я понятно объясняю если остаются вопросы обязательно задавайте их комментариях буду отвечать в последующих видео и здесь вот я прям наливаю наливаю водичку больше чем наполовину я думаю вот видно видите водичку больше чем наполовину сейчас напитается и вообще она даже не заметит пересадки она очень легко адаптируется и начнет расти в новом горшке пока орхидея напитывается я его отставляю я буду готовить и горшок горшок естественно я выбираю наверное в два раза больше если горшочек в котором она росла был 1 и 2 на это на это арте на 1 и 2 литра на это 1 и 2 литра арте в котором она росла то сейчас я выбираю прямо 33 вот получается больше чем два раза я выбираю горшок для этой орхидеи потому что ее корневая система очень богатая мне нужно будет уместить ее в этот горшочек чтобы не ошибиться как это было с абой я сразу беру такой вот побольше хотя также я планирую пересадить ее перевалкой но как показывает практика все бывает не так как мы хотим сажать я ее буду в точно такой же субстрат как она и растет там кора и мох немножечко дренажного слоя здесь фитиль мне очень нравится выращивать орхидеи на фитильном поливе поэтому да горшочек этот большой на 3,3 литра тоже с фитильным поливом кстати брала его на сайте орхарай в магазинах редко встретишь такие горшки только в определенных поэтому бегать искать по всему городу не хочется заказал и горшочек собственно к вам приехал на сдек или на почту вы его забрали фитиль главное приподнять он должен быть не вровень с дном сейчас я вам покажу не вот так вот да ой вровень с дном эффекта не будет он должен быть приподнят так как это 3,3 литра но примерно на 3 сантиметра должен быть приподнят фитиль можно вот так вот прям к стеночке сделать вот так вот и поднять практически на середину вот но следите опять же чтобы еще и кончики также касались воды касались донышка горшка но сейчас первым делом конечно же я буду насыпать дренажный слой я стараюсь всегда его насыпать потому что как раз таки внизу на самое большое количество влаги вот и чтобы грунт не гнил органически поэтому неорганический дренаж мы сыпем на донышко я что здесь все понятно не любите дренаж не используйте не керамзит не пеностекло ничего можете сразу насыпать крупную кору начинайте тогда с крупной коры дренаж у меня сегодня самый простой обычный керамзит но крупный естественно крупный потому что у нас большой горшок фракцию грунта всегда выбираем под размер горшка если горшок большой то и фракция любого грунта она будет большая крупный керамзит крупная кора я думаю что здесь все понятно вот естественно если у нас будет маленький горшок то это будет мелкий керамзит мелкая кора полностью засыпаю донышко крупным керамзитом при этом слежу чтобы керамзит не придавил петиль все время его поправляю насыпаю примерно два сантиметра керамзит все прекращаем шуршать пакетиком и сейчас буду пробовать вытащить орхидею и переставить ее в горшок надеюсь что у меня получится все с первого раза и я здесь ничего не разолью в общем убираю лишнее пока лечку тоже уберу сейчас может может сейчас просто все посыпаться такое тоже бывает так орхидея в шикарнейшем состоянии у нее очень много видите корней которые проросли через горшочек будем пробовать их вытащить аккуратненько вытащить сейчас попробуем обжимаю горшок те горшки которые вот поддаются таким манипуляциям я всегда вот так вот обжимаю вот и буду пытаться вытащить орхидею да она хорошо идет здесь мне нужно только немножечко освободить корни здесь вот дырочки видите они попрорастали вот в этой сеточке поэтому здесь нужно сейчас будет разрезать обычными ножничками для орхидеи пока я тут мучаюсь можно как раз таки сделать ставки получится у меня или нет потому что кто смотрел пересадку с абой помню что мне пришлось потом ехать и искать 5 литровый горшок потому что в этот горшочек просто не поместилось за тот горшок который я заготовила вот здесь не знаю опять поместится или нет можете свои предположения написать в комментариях будет очень интересно почитать так все освободила я здесь корни можно пробовать заново идут идут отлично 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 чуть-чуть зацепляются все все о супер супер кстати здесь у меня длинный слой был пеностекло кора очень хорошей фракции такого для этого горшка видите прям такие хорошие кусочки коры в идеальном состоянии осталась кора супер мне очень нравится и сверху был прям такой толстый слой мха сверху есть вот так я ее устанавливаю горцы идеально подходят естественно нужно установить ее максимально ровно чтобы она была и сверху здесь есть корешочки которые подсохли это абсолютно тоже нормально потому что когда зимой включается отопление или когда летом жарко когда сухой воздух эти воздушные корни они подсыхают поэтому у меня часто спрашивают ира ты воздушные корни заправляешь горшок обязательно я даже обкручиваю длинные корни вокруг горшка и прикрываю мхом чтобы они не портились поэтому видите где они подсохли где они оказались на поверхности там я буду их подрезать потому что это некрасиво ну и собственно когда эти корни намокают это просто гниющая органика да это ну это ни к чему и некрасиво мне нравится когда все эстетично красиво и вот все сейчас эти сухие корешочки сверху я уберу кстати вот плохие сухие корешки они только сверху основная масса да вот все корни которые были в грунте они прям идеальные просто идеальные вот видите подсох убираю все что подсохло испортилось я убираю ой завалили горшочек вот все все так смотрю если еще где-то подсохшие корешки вытащу сейчас тоже осмотрю корневую корни ну просто шикарные посмотрите орхидеке очень нравилось расти в такой посадке здесь тоже кончик от воздушного корня убираю я уже сказала мне такая органика здесь ни к чему вот теперь обязательно поправляю фитиль и устанавливаю орхидей максимально ровно насколько это будет возможно корни при этом я не разбираю ничего не делаю просто вот у меня в этот раз получилось все таки перевалкой вот максимально ровно стараюсь установить и беру кору и корой корокрупная фракция у меня и корой я стараюсь ее зафиксировать чтобы она не шаталась вот чтобы она прям четко-четко стояла в этом горшке пустоты которые у нас есть по кругу как раз таки я и вставляю крупные кусочки коры как раз таки все время поправляя ее до чтобы она прям максимально ровненько у меня перестояла конечно понятное дело что так как она прям растет изогнута супер ровно не получится но постараться чтобы все таки насколько это возможно она была ровно все и распределяю пальчиками кору и проверяю чтобы она не шаталась также можно простукивать видите как она она у меня кривенькая вот так тут тоже вот видите прям большие кусочки коры пустоты я вставляю также корни которые воздушные все 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 заправляю вовнутрь в горшочек чтобы они не сохли и питали растения вот так ничего сложного нет пересадки орхидея именно перевалка конечно это достаточно просто вытащил поставил и пустоты засыпал хороший король никогда не использую готовые субстраты которые продаются в магазине потому что они бывают очень плохого качества очень влагоемкие бывает открываешь пакет он уже с запахом плесени и там бегают подуры поэтому проверяйте когда открываете упаковки если увидели что бегают подуры если увидели плесень и ни в коем случае в такую в такую грунт не сажать да и вообще я не советую сажать в готовые покупные субстраты все таки лучше купить хорошую кору и хороший мох и составить грунт самому собственно который будет состоять из дренажа это керамзит или пеностекло и крупная хорошая кора и мох все орхидею я хорошенечко зафиксировала корой вот она уже даже не шатается давайте вам покажу вот видите везде пустоты я заполнила корой где вот остались большие воздушные карманы это даже очень хорошо корни орхидеи будут дышать вот и осталось теперь взять мох и лхом прикрыть все воздушные корни все что все что осталось на поверхности так это все убираем так где мой мох так мох у меня сфагнум мох сфагнум является натуральным антисептиком если это живой мох сфагнум вообще замечательно мох сфагнум ничем не болеет и он впитывает влагу 40 раз больше собственного веса поэтому его идеально добавлять к орхидеям особенно знаете как дополнительный грунт чтобы он удерживал влагу но при этом орхидея была посажена в крупную кору с воздушными карманами и собственно хорошо просыхала и она будет и питаться хорошо да у нее будет влага но при этом и просыхать она будет тоже хорошо такой получается классный баланс и сейчас где есть пустоты сверху я вот так вот заполняю их мхом пальчиками распределяю вот так прям везде везде распределяю все отлично отлично все сегодня пересадка прошла успешно без каких-либо проблем вот что у меня получилось орхидейку я максимально ровно посадила насколько это было возможно смотря на ее кривую шею так скажем вот можно будет ее потом еще конечно зафиксировать немножко да на держателе для цветоноса ну в общем идеальная посадка как я считаю вы свое мнение пишите в комментариях первый полив будет только через три дня потому что я ее замачивала до сами носила и полью ее просто водой проливом на донышке будет два сантиметра примерно воды я ставлю так примерно на час-два потом воду я полностью солью и следующий полив будет только тогда когда полностью орхидея просохнет это ну сейчас жарко примерно через неделю а может быть полторы все таки объем большой и точно так же я буду проливать по кругу пока не будет два сантиметра воды потом опять же также два часа орхидея будет стоять и потом я буду опять лишнюю воду сливать и примерно на четвертый раз я начну водичку оставлять оставлять сначала на один сантиметр а с последующими поливами я буду водичку увеличивать и все и орхидея уже привыкнет к автополиву к поливу на фитиле и будет прекрасно себя чувствовать и воду можно будет тогда уже не сливать важный нюанс если у вас холодный подоконник зимой то обязательно воду нужно сливать и поливать через просушку если дома тепло или даже жарко то воду можно оставлять всегда особенно сейчас когда летом мне очень нравится такая система посадки я спокойно могу налить воды уехать на долгое время орхидей я знаю что они меня дождутся вот такая сегодня получилась пересадка прекраснейший варигат на орхидеи если вам понравилось ставьте пальчики вверх делитесь этим видео с друзьями ну а я с вами буду на этом уже прощаться всегда ваша Ирина Давтян а